Степан Мартынович Воспитанник Одинцовской спортивной школы Олимпийского резерва по фехтованию. Недавно одержал победу на первенстве России среди юниоров. В апреле стал чемпионом мира на соревнованиях в Египте. Выиграл золото в командном зачете и бронзу в личном. Это первое соревнование по юниорам, на которых участвовал Степан. И сразу первенство мира. Это очень редкий случай, наверное, немного таких случаев в истории. Он еще вчера был кадетом, это юниоры до 18 лет. Он выступал неплохо, но в команду два года назад как раз мы не попали. Но Степан не сдавался. Два года усердных тренировок и с 10-го места рейтинга он перешел на второе. В свои 17 лет успевает и к экзаменам готовиться, и тренироваться. Одно другому не мешает, считает юный спортсмен. Фехтование, наверное, это то, что здесь сочетание мозговой активности, интеллекта и физики, физической активности. Наверное, это можно сравнить с шахматами в движении. Тренировки по пять дней в неделю. Только вместо шахматной доски у рапириста всегда с собой снаряжение. Степан, расскажи, пожалуйста, про свое снаряжение. Сейчас на мне пехтовальная курточка, рапира, перчатка и маска. Также я одеваю пехтовальные штаны и под куртку надевается на бочник, а на куртку электрокуртка. С таким комплектом никакие удары противника не страшны. Помимо внешней защиты, за 10 лет тренировок Степан сумел выработать незаурядные личные качества. Концентрация во время боя, умение держать себя в руках, думать, бойцовские качества. Именно характер позволяет спортсмену двигаться вперед, не останавливаясь на достигнутом. Победы даются только огромным трудом. Впереди у Одинцовского рапириста подготовка ко второму этапу майской спартакиады юниоров. Пожелаем Степану новых спортивных достижений и побед. Екатерина Крамор, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.